слушаю это священие в полгоградской епархии с какой-то городской полгоградской белоград волгоград это бывший старинград да 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 слушаю вас пожалуйста ивнатих я хотел бы чтобы поделились своим опытом благовестия опыта благовестия среди студентов и вообще на улице вот в очередях где возможно чтобы научиться именно этом благовестии потому что очень хочется научиться но нету от кого научиться вот к сожалению вот могли бы вы опыт свой немножко поделиться своим опытом ну поговорить то можно но на деле так как она будет выглядеть я вот вел занятия в пяти университетах одновременно и в 13 школах но и у нас столько людей новых пришло а вот мы проехали миссионерская поездка из барнаула мы дошли до владивостока потом дошли португалию все государства тысячи выступления перед людьми как начинать с чего начинать с молитвы с молитвы дома и говорить о том чему чему человек соответствует как златоуз горит говоришь не пей вино тебя пьяного ведут горьба бы красная тема брать такую чтобы коснулась человека но это надо быть очень внимательным вот я могу скинуть этот материал к с кем как беседовать это надо очень хорошо знать святую библию и быстро определить какой категории относятся все люди разбиваются на 24 категории первое не признает бога бога нет с ним берешь считаешь 13 52 псалом надо на память заучить хотя бы по два стиха тут работа очень серьезно день и ночь приходится работать вот но если есть люди которые говорят что я бога признаю а кто знает что то есть он библию не видала не знает он не признает библию главным предметом через который он познает бога вот первое что бога не знает второе писание не знает а господь будет судить нас по писанию евангелие от я на 12 48 евангелие от я на 12 двоеточие 48 двоеточие вот написано господь крития не сужу вас слова которое я говорил она будет судить у вас последний день раз она будет судить я понял что чем я занимаюсь и учу много там на разных языках я понял мне это не потребуется потребуется моя жизнь я должен идти вот смотрите вот мы только сейчас я только-только вернулся заканчивали канон адрея критского четвертый день прошло тысячу сто лет как он написал его и и никто ни разу я спрашивал не святые отцы никто не заихнулся почему он его написал с какой целью мы можем этот вопрос поставить на 50-й псалом почему давид его написал избавь меня от кровей божьего божьего спасения моего какое то что он отнял версавию а мужа убил и это выстекло из него вот это 50-й псалом здесь так когда еретики много уже что наделали андрей кисарик аппадокийска поставил свою подпись под анафемой шестому сиренскому собору анафему ну и когда до него дошло что же я сделал то теперь он дезавуирует свою подпись из него был бог выше вот этот канал канон а канон этот он для оглашенных он не для тех которые приняли крещение и мне бог положил этого там 204 события библейских и он везде помилуй меня боже помилуй меня я вам скину этот материал я вам поставил на вторую ступеньку молитва из трех ступеней 2 ступень благодарения получил ты не получил и он затоуз говорит блаженный пепелак говорит об этом ты его благодари те же самые все все видно что ну там маленько сделай чтобы под это было уже все сделано я вам скину помилуй меня боже а дальше благодарим тебя христе боже и третье славословие ангельское слава тебе боже наш слава тебе тысячу сто лет прошло и я должен был это теперь поставить и теперь только увидели а как но опыта никакого не было я просто молюсь обникаю ну в университеты даже разбирались со студентами надо знать какая цель из какой это прославление бога мы благодаря его канону прославляем его благодарим выпрашиваем это знаете как оживает душа живая связь а не так что господи иисусе христе свиньи божий помил меня грешного и 40 раз а вот когда мы считаем молитву ефрема сирина господи владыка живота моего прочитали а потом 12 поклонов а в первом господи владыка живота мой дух праздности уныния любоначально празднословие и сребролюбия сребролюбие выкинули почему потому что погрязли в этой мамоне подставьте его туда и так и считайте никто вам не запретит и вот когда мы это прочитаем а в конце целиком между ними 12 поклонов они всегда были земные почему отменили мы делаем все земные слова то вставили господи духа святаго господа истина символ веры духа святаго господа истинного зачем никон выбросил это старообрядцы причем старообрядцы князь владимир сергий ранорский пеодосий основатель монашества российского все считали бога истина от бога истина а духа святого слова истина выбросили это а то безбожники сына человеческого похули говорит проститься духа святого похулишь нет прощения нельзя зачем выбросили мы его включили мало того мы написали стенот и сказали ну правильно а сами не сделали я бы я примеру говорю вот события какое вы знаете сейчас все везде только кричали о навальном так ну кто он он враг он предатель об этом еще владимир вольфович жириновский говорил несколько проповедей а вот запишите себе первая книга царств двадцать пятая глава двадцать пятости один сар 25 двоеточие 25 и напишите о навале там навал корень есть это уже пришло исполнение люди никто не догадывались он должен прийти с этой фамилии человек написано фамилию переводится безумный и это тоже так безумный а теперь жена у него неизвестно кто и она начинает там я буду то другое ну ясно дело миллион это там лежат он против поднимал власти плыв путин там убийством всякое его клеммят у нас написано не злословь начальствующего это нам касается кто керенске он перед нами стоит или адольф алоизович гитлер сталин и осип писарёнович не злословь прямо и апостол павел когда он не узнал сказали ты злословишь он говорит а он и не видел они каждый год новые выбирались я не знал ибо написано не злословь не патриарха никого сказать можно но сказать по делу для спасения и вот надо все проверить своей жизни прежде чем выйти перед людьми а у нас ездили в трамвае в автобусе едут беседу это особенно в электричке удобно пригородные далеко видать и иди и говори мало того вот есть красные четыре евангелия в один по благословению патриарха кирилла крупно жирно так но очень хороший не присылают бесплатно только за почту заплатить надо и мы уже не знаю сколько везде где бы мы ни были мы везде раздаем и дальше начинается свидетельство мы прошли миссионерская поездка было 650 городов и сел 650 и нам это обошлось у меня 38 томов к вышло везде мы подарили библиотеки нам это обошлось в 35 миллионов рублей а у меня минимальная пенсии почему бог осилин вот мы сейчас готовим выходу именно проповеди как беседовать будет 66 томник 6 томов каждый то он будет примерно 1300 страниц понимаете какой капитальный труд но у нас денег нету мы мы не ничего пока не можем сделать помаленьку будем сейчас собирать и вот требуется около 10 миллионов чтобы выкупить малым тирана что почему потому что бумажные комбинаты закрыли а сопки голые китай там гонит миллионы тонн они теперь выпускают и продают какую хотят цену а конкурентов то нету а конкурента нету любая цена пойдет ну книги правдам у нас изданная высшим сортом такая же бумага в одной книге только 96 страниц цветных иллюстраций божественная вот у меня недавно ну недавно уже месяца 5 наверное вышла проповеди стихах четырех томник из одних моих стихотворений каждое стихотворение 9 куплетов это 36 строчек эпиграфы из библии четыре тома по 820 страниц вообрази себе все это ламинированное и оказалось мы даже не знали этого теперь только открыли что господь позволил освещено к горе там беда ну расстройство он берет книгу считать начинать стихи через полчаса он забывает что у него там было только здесь теперь его не ему его нельзя оторвать вот это мы не знали и представьте что три тысячи четыреста шестьдесят семь стихотворений за девять лет написаны и черновики сохранились и ни одной помарки нету как чистого листа как ну как я молюсь когда в это время молитва идет а у меня как строка проплывает там где-то я я не вижу я чувствую я не могу это объяснить как и кончили только я дальше 35 строчек добиваю это бог делает поэтому нам слова никакой не это христу богу за милость его вот мы сейчас пришли у нас рядом храм тут наш от молились и мы выставляем это все все записывается и вот что именно как считать эти этот канон на другие две ступени первое она везде продается она блага на благодарение на словословие это я вам скину и сейчас и вы сразу начнете я скину свои все данные и там будет сайт и skype а сайт а в сайте вы там найдете я отмечаю 4124 вопроса при том каждый вопрос по пяти параметрам а что это означает но я студия в университете университет больше тридцати тысяч человек разные люди сидят тут и представители фсб кгб там администрация мне вопросы задают я отмечаю что по этому вопросу говорит нам святая библия если это сидит а там разные сидит мусульманин я ему отвечаю что говорит эта книга какая сура какой аят это надо все знать а как это учиться учиться благодарить бога выпрашивать я никогда не думал что до таких лет я буду по-прежнему заниматься вести все видите как вот детей три с половиной миллиона беспризорных будто бы сказала то министр внутренних дел нургалеев ну и что да еще не то я образовал детский лагерь зарегистрировал в краевом отделе юстиции построили сооружение где им быть я их директор без смены 45 лет тысячи детей подняли без помощи государства не рубля не вложили нужны справки и медицинские мы все сделали и волонтеры работают кто все бесплатно 45 лет и ни одной аварии ни одного повреждения а то кто делает бог а я иду по нет тропы потому что лагерь чисто православный был один на всю страну стране уничтожено 81 это одна тысяча населенных пунктов все выехали 81 тысячи и что сделали да ничего а мы получили землю ну там по пол гектара там мало где наша деревня была 20 лет там был пустырь зайцы и воробьи и вот мы уже 30 лет новое селение поселиться может что докажет что он не лжет не пьет не курит не матерится не ворует это мы сами устав написали там противников было сколько сейчас утихло все эта работа значит надо восстановить старые пруды делать дороги это очень дорого бульдозер надо привезти за 150 километров отдаст 70 тысяч а где там же работы никакой нет коров заводить стали овец вот батюшка у меня ну отец а каким он родной брат мой у меня на 40 лет он священником то он 100 вещах держал сам пасет и на два надо здесь храма он бывает на два прихода в деревне и приезжать к нам сюда вот как мы не знали ничего это на опыте я кое-какие материалы вам скину вы тщательно проверьте посмотрите какие ответы вот мне и говорю вопрос задают я отвечаю что говорит библия по этому вопросу второй параметр что говорят святые отцы а это 300 томов даже что говорят колонны церкви это 719 правил поэтому же вопросу что говорят жития святых 12 томов димитрия ростовского это 1173 биографии и что говорят 300 поэтов мира за 200 лет это 20 тысяч файлов без этого можно но как святые отцы толкует и проще тут не научишь этому ты должен знать никогда не спорить правила какие никогда не спорить уметь выслушивать никогда ни с кем если есть возможность попросить а тогда скажи библия говорит так знать какое место писания на вашей стороне писание да мало ли еще там сказано когда я в камере был я же арестовывался не один раз и какие люди грамотные сидят представьте с нами сидит мы трое были там по 70 человек в камере а мы только трое один преподаватель аэродинамики 2 группы космонавтов жена посадила вот память то работает как библия мне нужно а я читаю проходит два дня он а может там узнать что про это ваша книга говорит это бог делает так а в другой 75 человек и уже к утру мне говорят вы вот молились а семь человек сзади становились молиться можно будем молиться там вся тюрьма говорится на ногах стоит у него опокаялся а сам лгал вызови прокурора по надзору и скажи я лгал отец и гнать и до меня не выпустят отсюда не пойдет разговор богу лжецы не нужно евангелие от яна 8 44 говорит дьявол лжец и отец лжи вот как а дьяволу бог не помогает а карает его и все а человек ему лет 7 было а оказалось на удо сразу посылают условно-досточное освобождение вот как у меня не у меня не просто опыт а у них кажешь и единственный опыт такой ну представьте с такими книгами моих 38 томов и проехать 120 тысяч километров мы в четыре года вложились и сколько встреч там конца краю нету да в дании государства какие всю европу прошли она говорит книги ваши сегодня же будут в библиотеке королевской вот как а люди которые не знают они меня хлещут со всех сторон поносят а это награда девятое блаженство когда будут поносить вас радуйтесь ибо велика ваша награда на небесах как дали апостолов и христа бывшие прежде вас и поэтому я за всех молюсь у меня нет врагов да враги то они есть но я их врагами не считаю я считаю это те которые плетут золотой венец и на тихо скажите пожалуйста и на тихо вот когда с человеком встречаешься вообще первый раз вот когда ты его никогда не видел никогда не знал о чем думать как вот начать вообще разговор о боге о библии о спасении как с ним начать разговаривать вообще вот поэтому знаете что я я вам постараюсь найти стихотворение свое как я в вагоне беседовал первый раз с человеком оказывается правда это которая продает продавщица продала два билета на одно место я этим воспользовался перекрестился дальше заговорили до самого утра не ложились и он покаялся и все это в стихах другое дело библиотеки мне нужны были голоса прошлых правителей я хорошие связи имею с библиотекой ну и дальше библиотекарши беседуем когда я могу стихотворение скинуть если бы она говорит нет принесла газеты там посмотрели там стихотворение лермонтова был местник местный князь парторг местного района городского кпсс и вот говорит он взял евангелие библию и уже два срока не несет наверное христа за бога признал и как она обратилась и как у нас не получилось я библию подарил понимаете это стихотворение это жизнь и люди спрашивают а как она теперь и они настолько жизненно и можно пощупать вы амбросия юрасова знали нет а он приезжал неоднократно был здесь он же алтайский но тоже спрашивал как что я говорю никогда не лгите считайте слово божие а вот мой брат когда приехал допустим по чаевскую там знакомой батюшки и говорит 150 на исповедь человек мне это не поправится ты помоги мне отец таким говорит так я буду по-своему делать ну и делай ну тогда вышел и говорит у нас тут дождь дорогой из потеряевки из алтайского края отец ахим лепкин он будет сегодня исповедовать 150 человек а сам священник то пошел на отдых отец ахим сказал кто не постился третья неделя прошу не не заменять место не занимайте потому что без поста ничего нету сразу человек 90 просто отошли как будто никогда не было вот и все дальше которая безбородая пока бороды не будет тоже не приходите еще отошли осталось девять человек а девятерых он исповедовал свободно понятно у вас власть большая и надо их причастию гнать людей а наоборот отлучают от причастия сегодня как то не причащался каждое воскресенье каждый день теряется все люди это не знают недостойно причащаются не рассуждая теле господи многие больные немало умирает морги кладбища забиты вашими клиентами которых недостойно причащайте к этому надо проверять вот мы четыре дня сейчас канон одрея критского сегодня закончили это все заснято будет но вот на первый раз вам хватит я скину сейчас ресурсы вам и вы их внимательно посмотрите там когда дойдете до сайта сайт и сайте там вопросы ответы проповеди там где-то ну не меньше 50 книг которые начитаны моим голосом проповеди тысячи так что вы прочитаете если вот вам вся учеба вы как бы на уроках в университете со мной вместе хорошо ну все тогда благодарю 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 вас дай бог вам спасение души слава христу ну все тогда отхожу больше вопросов нет пока нет все с богом можно только звонить с четырех москвы ночи до четырех дней 16 по москве от четырех до четырех ну это воскресные дни меня в это время нет у нас идут занятия богослужения литургия так вам сколько лет 50 50 хорошо у вас лишнего веса то нету немножко есть а сколько вас рост вверх вы сколько метра 78 а сколько весите 90 с лишним 78 80 так это немало у вас насыплял чужого сала на свои кости надо объявить после убрать вы так ворос свой знаете 185 пятерку отнимайте и вот за эту грань уже не даже заходить сотню сразу отнимаете остается в восемьдесят восемь от 78 еще пятерку отнимите и получается семьдесят три за семьдесят три килограмма не заходите это предельная норма понятно как написано толстая чрева не рождает тонкие мысли у меня метр семьдесят два было сейчас метр шестьдесят восемь 64 килограмма чтобы люди все были с поясом как положено библия нам говорит чтобы библия была в основе основ это слово божье называется слово божье или священное писание или святая библия ушел с богом никуда не уходите далеко сейчас скидывать начну слово